Всем привет! Мы с моей женой переехали в Буэнос-Айрес 7 месяцев назад и показываем вам жизнь в Аргентине. И это новая серия нашего влога, в которой речь пойдет о праздновании Нового Года. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как же празднуют Рождество и Новый Год в Аргентине. И как вы многие уже знаете, в Аргентине, в отличие от Северного полушария, сейчас лето, разгар лета. И у нас очень жарко. Это очень необычно и непривычно для нас, несмотря на то, что мы из Краснодара, в котором, собственно, снега на Новый Год тоже не бывает. Но, тем не менее, там в это время зима. Здесь большее значение, как в любой другой католической стране, имеет Рождество, нежели Новый Год. И готовиться к Рождеству аргентинцы начинают достаточно заблаговременно, и елки начинают наряжать уже примерно к 8-му, 10-му декабря. Но есть один интересный нюанс. По большей части елки, какие-то украшения можно встретить в торговых центрах, в магазинах, может быть, в холлах каких-то домов, отелей. Но только не на улице. Наверное, это чем-то похоже на Европу, и мы вам обязательно покажем в этом выпуске самую красивую елку в Аргентине. И вот она находится в торговом центре, который называется Галерея Пасильтка. Мне это напомнило Новый Год, который мы праздновали в Париже, и там самая красивая елка находится в Галерее Лафаэ. Такая вот маленькая аналогия это была для меня. Конечно, это не тот масштаб, к которому привыкли мы, и аргентинцы гораздо более спокойно относятся к подобным праздникам, хотя все равно чувствуется дух Рождества, какого-то чуда, которое витает в воздухе. И аргентинцы очень много внимания, конечно же, уделяют на рождественскому столу, новогоднему столу. Также они пекут очень красивые. Это что-то больше похоже на кексы, наверное. Называется пандульси. Дословный перевод это сладкий хлеб. По сути, это так и есть, и это очень важная для них традиция. Они действительно выстраиваются в очереди в определенных местах в городе, где самый вкусный продается пандульси. И мы тоже отправимся в одно место. Оно реально бьет все рейтинги по популярности. Я не знаю, сколько мы простоем там в очереди, но мы вам обязательно это покажем. Мы сейчас приехали в очень-очень классное место. Этот ресторан называется Пласа Машор. Здесь в новогоднюю, перед новогодней ночью все приходят за пандульси, за которым мы пришли, потому что в новогоднюю ночь есть такая традиция, что на столе должен быть пандульси. На входе стоит молодой человек, который спрашивает за столик или пандульси. Спасибо. Очень спасибо. И мы проходим. Здесь они уже, видите, упаковываются. Четыре тысячи стоит один пандульси. Вот и наш. Давай вот мне вот так вот. Вот он. Ну, мы вам его дома еще покажем. Свежайший просто. Его готовили сегодня. Сегодня очень-очень-очень красивое место. Рекомендую вам сюда сходить. Это один из старейших ресторанов Буэнос-Айреса. Мы приехали в китайский квартал для того, чтобы купить красной рыбки, купить скумбрии для новогоднего стола. Скумбрии мы сделаем строганину, потому что, ну, другого еще ничего не имеем. А скумбрия очень даже подходит для строганины. Так выглядит китайский супермаркет. Огромное количество всяких товаров. Зачастую даже товаров, которые нам очень-очень непонятны, потому что мы не жили в Китае. Смотрите, сколько разной-разной-разной-разной рыбы. Огромное просто количество. Смотрите, какие сомики лежат, красавцы прям. Это вообще огромное. Ну, то есть она, наверное, метра полтора. Я помню, ребята нам рассказывали, что здесь они покупали гирлянды. Вот, это как бы везде, в любом китайском магазинчике все это есть в продаже. А вот, кстати, здесь мы тоже их видим. Видите, новогодние игрушки. 14800, получается, стоит двухметровая вот такая вот елочка. И 4500, вот такая елка. Настя очень хочет бенгальские огни. Вот, она даже нашла, да. Ей сейчас подсказали. Мы сказали, мы нормальные бенгальские огни в китайском квартале. Нас повели куда-то, сказали, вот, сейчас покажем вам. Ну, в общем, показали вот такие за 700 песо. Это обычные для торта, как бы, такие фонтаны, так назовем, да. Вот, нормальных бенгальских огней, скорее всего, мы не найдем здесь. Очень жаль, очень жаль. Хотелось вот какого-то атрибута праздника, атрибута Нового Года. Ну, вот максимум, чем мы можем удовольствоваться. Это вот такой мишурой какой-то. Вот, и все. Нашли мы в соседнем магазинчике бенгальские огни. Выглядят они... О, там их по несколькам, а мы набрали, короче. Видите, они прямо совсем, совсем, да, крошечные прямо. Дай мне упаковочку. И выглядят они здесь вот так вот. Ну, уже круто. Круто, что они у нас будут. Подошли к очередному китайскому магазинчику. Вот здесь висят такие звезды с гирляндой. Вот это красиво сейчас светится. Понятно, что ночью это светится еще лучше. Вот это прикольно. Куда-нибудь повесить дома. Но нужно ли оно нам? Я думаю, что нет. Поэтому мы этот Новый Год как-то решили ничем не украшать. Хотя, возможно, какую-нибудь гирляндочку, да, повесим. А, вот здесь есть еще вот такие, видите, висят. Колокольчики прикольные. И гирлянды. Выбрали, в общем, гирлянду. Очень круто. А светится красивенько. Нашли очень классный магазинчик. Сейчас кое-что вам покажем. Смотрите, какие классные новогодние игрушечки. Игрушечки. Ёлочка такая. В общем, вот здесь увидели больше всего новогоднего, чем в других китайских магазинах. Подведем итоги, что же мы взяли в китайском квартале. Лосось. Кусочек на 635 грамм. Потом для холодца рулька. Нам ее уже порубили. И ножки. Потом мы взяли, просто захотелось, не знаю, томаты. Попробую замариновать. Посмотрим сушеные томаты, как получится. Чеснок. Мед. Взяли две гирлянды. Одна 4 метра, другая 8, по-моему, метров. Вот такие вот бенгальские огни. И 2 килограмма лангустинов. И все это вышло нам. Вот вам пруфы, кстати. Вот пруфы. Чеки. Видите, 1.12.360. И другой 1.380 за гирлянды. Там мы что-то, я не помню, сколько заплатили. В общем, итоговая стоимость вышла 16.941. Делим на 4.6. Получаем сумму в рублях. 3.682 рубля за вот это все мы отдали. Вот напишите в комментариях, дорого это или дешево. Нам стало интересно, как же выглядит Новый год в больших торгово-развлекательных центрах. И мы приехали в один из них. Новый год. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь в Аргентине дети, конечно же, тоже верят в Деда Мороза и он здесь называется Папа Ноэль. Папа Ноэль дарит детям подарки 25 декабря, когда наступает Рождество. Но также здесь есть еще традиция, что на сам Новый Год, то есть 31 декабря, 1 января, подарки дарят родители, но также у них есть еще подарки для детей 6 января. И вот их дарят 3 мудреца, 3 волхва, которые, собственно, одаривают Иисуса. Мы хотели получить новогоднее настроение, отправились в один из торговых центров и там мы встретили 3 мудрецов, в котором стояла огромная очередь из родителей и с детьми. Детки были безумно счастливы и это выглядело безумно мило. Это как раз те 3 мудреца или как их иначе называют 3 волхва, которые дарят на Новый Год, а именно, как это принято здесь, 6 января, подарки детям. Обожаю вот эти вот предновогодние дни, когда вся семья занимается готовкой. В данном случае наша семья, это мы двое, я и Настя. Вот, но тем не менее, это все дело приятное. Мы будем готовить оливье, селедку под шубой и холодец. Сейчас буду жене помогать все это дело нарезать. Кстати, селедка под шубой у нас не классическая, к которой вы все привыкли, а у меня Настя всегда готовит селедку под шубой. Вместо селедки она кладет туда лосось. Вот, что в России мы жили, мы делали так же, потому что она не очень любит селедку, что здесь, а я, собственно, не против. Для меня и то, и другое вкусно. Ну и как-то я не сильно тащился от селедки под шубой, поэтому очень даже неплохой салатик получается. А аргентинцы на Новый Год делают энд салада руса, то есть русский салат, но он у них совсем другой, не такой, как у нас. Они не кладут туда соленые огурцы и еще какие-то ингредиенты они не кладут. И режут очень-очень крупно. Вот это будет холодец. Здесь мы уже отвариваем морковку, картошечку. Здесь у нас яички с картошечкой. Здесь что-то жена там натирает. Взяли вот такую вот индейку. Она уже маринованная. Видите, маринада написано. Вот, с каким-то датчиком температурным. То есть, когда готова, он нам покажет, что она готова. В общем, будем пробовать. 4 килограмма она весит. 1 грамм 1 песо стоит. То есть, 4000 песо мы за нее отдали. Потом покажем результат. Я больше всего, наверное, в новом году жду как раз пробу вот этой индейки. Я делаю на нее большие-большие ставки. Думаю, что это будет прям вкуснятина. Я говорил вам, что я люблю резать, но получается так, что у нас одна досточка. И режет все Настя, а я ей так чуть помогаю, чищу. Сидим, смотрим, кинчик. В общем, очень классно проводим время, между прочим. Такое новогоднее настроение даже появляется. Несмотря на то, что нет снега, каких-то новогодних атрибутов. Это наша индейка, которую мы запекли. Купили ее в Джумбо. Мы приготовили шубу. Салат под шубой. У нас не селедка, у нас сальмон. То есть лосось под шубой. Вот. И мы с Настей вчера приготовили замечательнейший, просто супер вкусный студень, холодец. Не знаю, в разных регионах его называют по-разному. Естественно, куда же без классического нашего любимого русского салата с оливье. И у нас еще есть клерико. Клерико – это фрукты, нарезанные мелко. Они могут быть абсолютно любыми. Смешанные с вином. Вино, как правило, используют белое. Белое полусладкое. Вот. Вот такой напиток у нас получается. Он, кстати, в Испании называется Сангрия. В России, кстати, он тоже во многих клубах, барах продается. Вот. Ну и, естественно, у нас бутылочка шампанского. Мы особо с Настей не пьем. И весь день сегодня мы смотрим какие-то романтические рождественские фильмы. Вот так отмечаем мы Новый год. Расскажите в комментариях, как же вы его отмечаете. В этом знаковом месте я бы хотел подвести итоги уходящего года. Знаковое, потому что первую серию этого влога мы писали именно на этом месте. Здесь сидела Настя, здесь сидел я. В общем, давайте подведем все-таки итоги. Первое и самое главное – мы переехали в Аргентину и живем теперь здесь. Второе – мы начали учить испанский язык. Третье – мы, наконец-таки, чувствуем себя в безопасности в нормальной стране и не боимся полицейских. Это очень круто, это нужно на себе прочувствовать. Четвертое – мы начали снимать этот влог и познакомились благодаря ему с огромнейшим просто количеством очень крутых людей. И, ребята, всем огромный привет. Я думаю, вы понимаете, о ком сейчас идет речь. Мы побывали в семи провинциях Аргентины, в очень крутых провинциях, в очень красивых. И это невероятно. Мы надеемся в следующем году посетить всю Аргентину, объехать все провинции. И я надеюсь, мое желание сбудется. Еще один пункт – мы учимся у аргентинцев быть расслабленными и получать настоящее удовольствие от жизни. И это тоже очень круто. Мы очень любим Новый год, любим его праздновать. Это что-то очень уютное, семейное для нас. И вам мы желаем в этом новом, наступающем 2023 году всего только самого наилучшего. И, конечно же, самое актуальное – это мира, добра. И всегда быть человечными, всегда поддерживать близких и поддерживать даже тех, кто далеко и вам не знаком. Ведь очень важно оставаться людьми в любой ситуации, которая случается в мире. Да, еще не переживайте по поводу переезда. Переезжайте в Аргентину. А если что, мы вам поможем и советом, и делом, и так далее. И с Новым годом вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова